Пожароопасный период Весной возрастает количество поджаров от детской шалости, когда несовершеннолетние жгут сухую траву, разводят костры. Это опасно. При горении сухостоя пламо перекидывается на соседние постройки, уничтожает строение и тем самым причиняет большой материальный ущерб владельцам дач и частных жилых домов. Уважаемые родители, проинструктируйте своих детей о соблюдении правил пожарной безопасности. На территории Московской области действует особый противопожарный режим. Распоряжением глав администрации районов на всех территориях согласно части 2 статьи 20.4 КОАП РФ нарушение правил пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, к нарушителям будут применяться меры административного воздействия. Влекущие наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей. Если вы стали свидетелем противоправных деяний, сообщите в дежурную часть УМВД по телефону 540-25-62. Правовая справка. Сегодня граждане регулярно сталкиваются с мошенниками в сети интернет. Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности и расскажите о них своим близким, особенно детям и пожилым родственникам. Не следует делать покупки у сомнительных продавцов через интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, совершайте покупки в официальных интернет-магазинах, а оплату проводите только на защищенных сайтах. Получив сообщение или звонок якобы от сотрудника банка, что ваша карта заблокирована и вам необходимо выполнить ряд операций, не следуйте указаниям мошенника. Перезвоните в банк и сообщите о факте службы безопасности. Никогда и никому не сообщайте код с обратной стороны банковской карты и секретные коды, которые приходят вам в СМС от банка. Не открывайте подозрительные ссылки из СМС, мессенджеров, электронной почты. Не нажимайте на подозрительные баннеры на сайтах. Вы можете установить вредоносное программное обеспечение на свое устройство. После установки таких вирусов мошенники могут получить доступ к вашим личным данным. С вашей банковской карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от социальных сетей и электронных почтовых ящиков. Не верьте сообщениям с предложением о компенсациях от банков и компаний, письмам, в которых сообщают, что вы стали победителем конкурсов, в которых вы не участвуете. Получая подозрительные звонки, СМС-сообщения, электронные письма или сообщения в мессенджерах от родственников о том, что кто-то попал в беду или нужна помощь или якобы от сотрудников правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного родственника, проверьте эту информацию, позвонив близкому человеку. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников. Субтитры создавал DimaTorzok